Добрый день, уважаемые Верховные Муфти. Я рад приветствовать вас на гостеприимной Астраханской земле. Ваш визит приурочен сразу к двум знаменательным датам – 300-летию Астраханской губернии и 25-летию Духовного управления мусульман Астраханской области. Вот на ваш взгляд, как должны складываться взаимоотношения всех конфессий на нашей Астраханской земле, в которой проживает более 160 национальностей? Астраханской области, благодатного края нашей великой отчизны России. И с 300-летним юбилеем мы приехали по приглашению уважаемого губернатора Александра Жилкина и по приглашению главного Ахунда регионального духовного управления мусульман Астраханской области в составе ЦДУ России, главного имама Ахунда Абдурауф Хадрада. И в эти же дни отмечается и 25-летие основания регионального духовного управления мусульман Астраханской области. Когда отмечаются такие юбилеи, есть уже о чем сказать и чему радоваться. На земле нашей Родины 193 больших и малых народа, нации, народности, но все мы составляем один единый российский народ. У нас огромная необъятная отчизна, и судьба Всевышнего собрала нас. И наши предки такие вопросы, наверное, в течение веков очень много задавали, но находили ответы всегда в священных писаниях. Вовославные христиане в Библии, мы мусульмане в священном Коране. А эти священные писания от одного единого Бога. Хотя у нас разные конфессии, но вера ведь одна, потому что Бог один и един для всех. Нет отдельного мусульманского, отдельного христианского, отдельного иудейского. Он один для всех людей, даже верит, не верит, Бог один. В любой вещи мы видим, что какая-то фирма, какую-то фабрика произвела. Но мир, и мы сами созданы единым Богом. По образу и подобию, то есть по его плану, по его желанию. И поэтому священное писание, это и есть инструкция жизни. Мы думаем, что, некоторые думают, что религии только это вот обряды, поклоны, посты, молитвы. Это для того, чтобы сохранить свою естественную, личную веру. Но есть еще общий для всех нас. Все посланники Божьи учили чему? Сохранению мира. В священном Коране говорится, Уверовавшие, войдите в мир сообща. И не следуйте по стопам дьявола-искусителя. Подлинно он вам явный враг. И у православных христиан. Возлюби ближнего. Проповедь Исса А.С. Иисуса Христа. И пророк Мухаммад, С.А.С. говорил, Ни один из вас не станет настоящим верующим, пока не будет любить другим то, что любит для себя. Не только желать, но и любить. Поэтому мы и должны осознавать, что мы все от Адама и Евы. И все равно перед Всевышним. А эта жизнь, она жительница вечного бытия. Но мы верим еще в вечность. Но для этого Всевышний дал священный дар жизни. И вот в этой жизни взаимоотношения людей, это и есть религия. Это и есть божественная мера устав. И поэтому помогать друг другу. И в семье, в родном селе, в своей стране. И во всем мире люди должны именно искать вот это взаимопонимание. И все посланники Божьи этому учили. Прежде всего, взаимоотношения людей. И вот наши предки в веках нашли это взаимопонимание. Радости и горести отчизны вместе делили. И огромную державу. И создали, и сохранили. И Астраханская область вот своим трехсотлетним юбилеем показывает, как жители Астраханской области, Астраханского края. Сохранили в эти века и укрепили взаимопонимание, взаимоуважение. Оно переросло в дружбу и братское сотрудничество. И это мы должны оставить нашим и детям, и нашим внукам. А из таких огромных, благодатных регионов и состоит вся наша отчизна. Это 193 народа, которые представляют один народ великой страны, необъятной страны. Вот он дает пример и народам мира. Ведь в Организации Объединенных Наций тоже 193 государства. А сегодня, когда в мире столько сложных проблем, и когда, к сожалению, некоторые просто намеренно еще больше его усложняют, когда и на наших южных границах такие конфликты происходят, когда брат на брата идет крепить взаимопонимание, взаимоуважение, мир и согласие, это и гражданский долг, но и священный долг перед Всевышним. Уважаемый Верховный Муфтий, вот 25 лет региональному духовному управлению мусульман Астраханской области. Наверняка вы уже побывали в мечетях, поговорили с прихожанами. Ваша оценка деятельности? Здесь мусульмане живут уже более тысячи лет, и наши предки приняли веру. Региональное духовное управление было образовано 25 лет тому назад согласно решению Президиума Центрального Духовного Управления мусульман России. Тогда, в начале 90-х годов, различные зарубежные центры пытались привнести в нашу страну свою идеологию, создавать даже параллельные структуры. И вот тогда Президиум Центрального Духовного Управления решил преобразовать все мухтасибаты в региональное духовное управление, так же, как и и Пархия Русской Православной Церкви. И это оправдало. Сейчас 24 региональных духовных управления входят в Центральный Духовный Управлений. Это почти что 2000 общин. Только по Астраханской области вот у нас 7 десятков. Построены и новые мечети, подготовленные кадры, слава Всевышнему. В прошлом году состоялся и съезд. Он обновил и устав, и сплотил и духовенство мусульманских общин, и прихожан именно на основе традиционного ислама, который веками исповедовался нашими предками. То есть на основе Священного Корана, сунны пророка Мухаммада, саллиллах, саллиллах, саллиллах и саллиллах, саллиллах и богословского направления ханафитского тулка. И как наши предки понимали, именно вера во Всевышнего и укрепление взаимоотношений со всеми людьми. У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. И вот главный имам Ахунт Абдрауф Хадрат, президент регионального духовного управления Мостурмана Астраханской области, прекрасно понимает эту задачу. И проводятся и переаттестации духовенства, на курсы повышения квалификации посылаются, идет подготовка кадров и замечательные взаимоотношения и с Астраханской епархией Русской Православной Церкви, с органами государственной власти. Ведь и в Священном Коране говорится, повинуйтесь и Вышнему, и его постальнику, и власть придержащим из вас. У нас единая Родина. И сохранять законность, порядок – это и долг каждого и верующего человека. Потому что когда соблюдается закон, когда есть мир и согласие, мы очень многое можем сделать. И духовно-нравственное возрождение именно способствует и процветанию нашей Отчизны. И поэтому роль регионального духовного управления в общественной жизни и в духовной жизни она большая. И значительный вклад вносит в воспитание и молодежи, сохранение традиционного ислама, противостояние экстремизму, радикальным течением. Это одна из основных сфер и духовенства, и прихожан наших общин. И завершая нашу беседу, что бы Вы хотели пожелать астраханским мусульманам? Мила, счастья и благоденствия. Быть благодарными и Создателю, и еще больше приукрашать своими добрыми делами, укреплением взаимопонимания, чтобы наши дети, все дети астраханцев и внуки и последующие поколения были благодарны и своим родителям, и своим предкам, и ценили этот огромный Божий дар, когда Вы живете в таком прекрасном, благословенном крае нашей Отчизны. Мира и счастья этого и вечного мира. Бахиттер бусын, Аллахайли и Саник Саулуклар, Насиа Илесын. Бахиттер бусын, Аллахайли и Саник Саулуклар, Насиа Илесын.